Сбербанк России. Те, у кого эти книги в руках были, они понимают, они нужны сегодня как дыхание воздуха. Я начальник детского лагеря, 40 лет. И с помощью государства, тысячи детей. Мы конкретно показываем, начинать работать с Богом, конечно. Первым делом мы строим православное поселение. Храм построили. Первым делом храм. Другие места начинали строить, у них засохло, разворовалось, там еще попало пить вначале. Нас хранит Господь. И вот это, что мы делаем, мы сейчас прошли Германию, Польшу, Чехию, заехали в Сербию, до Дальнего Востока дошли. И всегда спрашивают, главная цель-то чего? У нас воздух в лагере, Россия должна встать. Понимаете? А второй воздух, Россия, это мы. Нам не на кого надеяться. Мы только на Бога надеемся. Рано встаем, помолились, дети искупались, они должны уметь все делать. Для этого Бог дал нам жизнь коротенькую, чтобы мы со Христом примирились, узнали Бога, жили для Бога. И жизнь наполняется таким смыслом. Вот мне 74 года. А вы посмотрите книги. Вот набор делал сам, Герстка занимался сам. Это полвека у меня ушло материал накопить. А 9 лет я провел за компьютером. Больше 30 тысяч часов. Видите, какая бумага, это же, ну понятно, все книги сшиты. Это нельзя издать сегодня, это большие миллионы стоят. Но люди откуда-то узнают совершенно незнакомые и стараются поучаствовать в этом деле. Ну, это же хорошо. Вот. Так мы уезжаем и всех просим помолиться. У нас путешествие трудное. Мы идем на Чечню. Обстановка непростая. Нам Грузия предстоит, Армения и Азербайджан. И вот примерно хотя бы три края. Ну, материал мы сначала заслали сюда, в большом контейнере машины. А теперь вот здесь работаем. Нынче мы не успели в Скандинавию пройти. Люди, которые соприкасаются с книгами, они забывают сами себя. У меня мэр города говорит, я на работу был опоздал, до 3 часов считал. Потому что это он участник, его фотографии здесь есть. Да можно сломить вас Господь. Да-да. Спасибо.